Всем доброе утро, друзья. Прямиком из Кусска я приехал в еще один городок, интересный, называется Ика. Ну, вернее, сам городок, он не очень интересный, потому что он жесткий, он грязный. Это примерно в пяти часах от езды на автобусе от Лимы. Я здесь остановился, в Ике тоже, на каучсерфинге. Мой каучсерфер, привет, Александр. Александр едет на учебу в универ, а я еду в одно местечко, которое называется Лакачино. Мы едем на таком типа мото-такси вдоль всего автобусного маршрута, возле каждой остановки именно стоят такие мототележки. Вы можете в них садиться и ехать уже когда-нибудь ближе к дому. Но сам город Ика совсем-совсем провинциальный, но выглядит довольно все бедновато вокруг. Я бы здесь жить не очень хотел, но люди как-то живут, выживают. Улицы совсем простые, застройка малоэтажная, все обшарпанное, все старое. Как мне было сказано, ходить здесь тоже может быть опасно по вечерам, по ночам. Вот речка, к которой мы проезжали, речка вообще грязная, она высохшая, там только русло и куча мусора. Вообще здесь везде мусор, везде на улицах очень много мусора. И еще, кстати, вот джига стоит. Здесь, да, здесь есть русские машины, я их тоже неоднократно встречал в Эквадоре и здесь в Перу. И даже не верится, что вот я приехал реально в такую, извините меня за выражение, дыру, чтобы увидеть одно из самых красивых мест на земле. Но я надеюсь, что оно меня впечатлит, и мы сейчас проверим. Немножко за пределами городка Ика находится такое интересное место, как Уакачино. Такое маленькое-маленькое поселение, в котором куча разных развлекаловок для туристов. Здесь очень популярно катание на багги, на квадроциклах. Мы взяли вот такое багги в аренду на несколько человек. И мы, короче, только что прогнали по пустыне. Блин, я отбил, короче, всю задницу и вообще я очковал, что я просто вылечу из него, что ремни не выдержат. Водитель настолько жестко ехал. Амортизации в машине никакой. Амортизации в машине. Вот, можете видеть сами. Просто реальный песок, в нем можно закопаться. Его здесь очень много. Его тут просто дофига. Я сейчас еще вам расскажу и покажу про одно развлечение, которое называется сэндбординг. Я его делать не буду. Я вам покажу просто, что это такое и как это выглядит. Песок будет везде. У вас в носках, в трусах, во рту, в волосах. Он будет везде. Я этого делать не хочу. Вот, лежа, лежа прям. И погнал. Вот наш баги стоит. Кажется, что он сейчас так поедет вниз, но он не поедет. Он там стоит надежно. Вот, следующий погнал. Ну, этот чувак как-то поехал совсем вяло. Вы помните, я вам обещал показать одно из самых-самых красивых мест? Вот я вам показываю его. Как вам оно? Как вам это место? Четко? Ладно, шучу, шучу, шутка, шутка. Это не то место. Вот то место, которое я хотел вам показать. Угу. Это настоящий оазис. Самый настоящий оазис. Называется Уакачино. Если вы просто наберете в поисковике оазисы и загуглите, посмотрите фотки и список разных оазисов, вот этот по-любому будет в топе. Красивое место. Это реально настоящий оазис. Он находится вот прям недалеко от города. Город Ика у нас вот там. Я сюда реально тянулся 6 часов. И столько же буду тянуться назад в Лиму. Вот реально только ради того, чтобы увидеть вот это место. Это просто потрясающе. Просто райский уголок реально. Здесь для туристов понастроили всяких отелей, ресторанчиков. Кстати, здесь работает тоже вот эта фишка пустынь, которую я давно замечал. Здесь, когда мы сюда приехали, было утро. И было очень холодно. Я вот был в термобелье, в майке, в байке. И все равно был дубак. Было реально холодно. Здесь температура опускается очень низко. Сейчас, наверное, часов 10 утра. Может, полдесятого. И уже жарко очень. Я уже весь вспотел. И сейчас, когда мы спустимся вниз, я переоденусь. Я надену чисто майку без рукавов и все. Потому что солнце палит и нагревает вот этот песок. И от него тоже исходит жарень. Здесь реально будет скоро пекло. Это стоит того, чтобы сюда съездить. Это реально один из самых красивых оазисов в мире. И он находится здесь, в Перу, возле городка Ика. Всего лишь в шести часах езды от Лимы, столицы Перу, на автобусе. После баги тура я спустился вниз. Посмотреть, что из себя представляет этот оазис вблизи. И, вы знаете, это реально круто. Сам факт, что из себя представляет этот оазис технически. Это реально какой-то вызывает интерес. Вот как такое возможно? У пустыни же вокруг. Огромные песчаные дюны. Ничего нет вообще. Почему вокруг сухо, песок, пустыня, ничего нет? А здесь, именно здесь. Вот как так получилось? Само место здесь очень маленькое. Можно весь этот оазис, можно обойти пешком. Если идти очень медленным шагом, можно легко обойти за 10 минут. Здесь куча людей гуляет. Здесь привозят деток перуанских на экскурсию. Вот они там на том берегу бегают, прыгают. Я, может быть, туда прогуляюсь, вокруг. Я встретил пару ребят, которые там уже обкурились травой. Они говорят, что приезжают сюда из Лимы. Просто специально для того, чтобы насладиться природой, подышать. Все здесь фоткаются. Все здесь фоткаются, а я не буду. Здесь еще можно взять тур на лодочке. Здесь очень много есть лодочек. Вот там есть пункт проката. Там есть пункт проката. Здесь вот уже кто-то сюда пригнал или ее прибил. Я не знаю, почему она здесь вообще стоит одна. Там еще тоже вот лодочки стоят. Какой смысл здесь ее брать, если это озеро очень маленькое? Его можно буквально за минуту здесь переплыть. Типичные старые катамараны, которые есть везде. Вот в Эквадоре, на вулкане Килотоо тоже там они были. Катроцикл стоит 200 соли. Это 60 долларов за полчаса. Это слишком дорого. 60 баксов за полчаса, ребята. Это 120 баксов в час. И я этого делать не буду. Хотя я хотел. Если бы это было подешевле, я бы взял. Но оно того не стоит. Я приехал в маленький городок Паракас, чтобы взять тур на острова Бальестас. Я когда был в Эквадоре, я не зарулил на Галапагосы. Галапагосы одно из самых клевых мест в Эквадоре. Я туда не зарулил, к сожалению, потому что очень дорого. В Перу есть местечко, называется острова Бальестас. Это типа Галапагосы для бедных. Я уже взял туда тур, сгонял. Тур занял 2 часа. Ну да, я видел пару пингвинов, да, я видел пеликанов, там еще что-то, какие-то скалы. Я думал, там будет что-то реально крутое. Но они с Галапагосами рядом не стояли. Кому-то нравится. Кому-то реально очень нравится. Кто-то доволен. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok